Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы сделали утепление чердачного перекрытия. Хочу сделать небольшой обзор и показать вам новую технологию, которую мы применили на этом объекте по приклейке пароизоляционной пленки к стене. Вот наша стандартная технология. Пароизоляционная пленка Delta Reflex, которая поддерживается обрешеткой, сухая строганная доска, примерно шагом 300 мм, которая прикручивается в синий уплотнитель. Недавно я выпускал ролик, зачем этот синий уплотнитель нужен. Кто не смотрел, обязательно его посмотрите. Вот так вот это выглядит везде. Здесь вот тоже. Закарабкался я на чердачное перекрытие. Видите, у нас сверху здесь есть утеплитель. В общей сложности мы утеплили эту крышу 250 мм минераловатным утеплителем урса Тера. Здесь вот лежит урса Тера скатная кровля, плита в рулоне, сразу толщиной 20 см. И перпендикулярно вот этим фермам снизу подшит брусок и заполнил еще 50 мм утеплителя просто урса Тера. Вот это наша стандартная технология. То есть 250 мм в общей сложности у нас здесь утеплено. Так это выглядит. Сейчас я вам еще с другой стороны покажу. Вот, все аккуратненько, ровненько. Возвращаемся к новой схеме, про которую я говорил. Это приклейка по результационной пленке к стене. Раньше мы использовали клей DeltaTX VDR, специально акриловый клей. Сейчас мы решили попробовать вот эту вот синюю ленту. Это производитель немецкий ProKlima. Вот такая вот лента, которая идет у нас по периметру стен. Видите? Вот везде у нас идет синяя лента. Сейчас я вам в двух словах попробую объяснить, в чем смысл этой технологии. Значит, технология у нас состоит из двух позиций. Первая позиция. У нас есть вот такая вот специальная ProKlima грунтовка. Тут написано Primer. Primer переводится в английском. Грунтовка. Tescan. Это грунтовка. Помимо того, что она обеспыливает поверхность. Грунтовка нужна для того, чтобы создать такую хорошую адгезию. Эта грунтовка, у нее еще есть дополнительная фишка. Она делает поверхность липкой. Соответственно, получается очень хорошая такая адгезия. И к такой поверхности потом очень легко приклеивать какой-то материал, какую-то ленту. Например, вот как вот эта. Сейчас мы вам попробуем это продемонстрировать. Переливаем его в баночку. Давай, небольшой участок. Да, да, любое место. И начинаем вот так вот наносить. Все, хорош. Значит, вот я пальцем ее трогаю. Она у нас такая липкая получается. Вот на нее даже сразу, после того, как мы ее намазали, даже сразу можно приклеивать, например, вот такую вот ленту. Вот с этой стороны я вам покажу. Видите, у нас видно эта полоска. Она такая потемнее стала. Приклеивается очень хорошо. Даже вот для эксперимента, чтобы показать, насколько она хорошо приклеивается, у нас есть кусок туалетной бумаги. Давай вот это оторвем. Вот смотрите, я беру эту туалетную бумагу. Вот сюда вот ее приклеиваю. Видите, она вас держит. То есть, очень хорошая такая липкая адгезия получается. В ее пальце липнут. Хрен оторвешь. Вот. И сейчас я ее потяну. Видите, она уже... Она даже вот туалетная бумага, да, уже вот... Уже приклеилась. Уже ее уже оторвать даже нельзя. Эту туалетную бумагу. То есть, у нас получается такая очень... Очень хорошая адгезия. Вот она сразу дипнет. То есть, один компонент, да, новой методики. Это у нас очень такая хорошая адгезия за счет вот этого нашего... Вот этого нашего пранера. Дальше мы берем вот эту ленту. Сразу отрез там небольшой кусочек. Вот такой, давай. В пальце мне. Вот, видишь, отрываю ее. Да нет, давай здесь, внизу, с туалетной бумагой фиксируем. Дальше мы приклеиваем вот эту ленту. Вот этот метод у нас получается новый. Давайте сейчас попробуем ее отклеить. Она даже вот, смотрите, уже очень так тяжеловато идет. Это мы сразу ее тянем. Если она там, конечно, постоит, то она будет сильнее тянуться. Вот, у нее уже штукатурка отходит. Ну, то есть, очень качественно приклеивается. Если ее подождать там какое-то время, то я думаю, ее уже вообще не оторвать. У этой ленты в инструкции написано то, что можно на нее наносить штукатурку. Вот, видите, то есть, когда будут производиться штукатурные работы на каменных домах, штукатурку нужно делать обязательно. Например, если делать каким-то цементным раствором, то это должно быть 2 сантиметра. Уже у людей не будет вопросов. Они могут на эту ленту уже наносить штукатурку. То есть, в принципе, в перспективе уже с помощью вот этой ленты у штукатуров упрощается задача. Не надо думать там что-то, как наносить ее там на пароизоляционную пленку. Вот эта лента как раз, она помогает этот вопрос закрыть. То есть, штукатурку можно будет наносить вот на эту ленту. То есть, упрощается задача. А так это вот так вот у нас все выглядит. Стандартная схема, одно небольшое изменение. Это приклейка пароизоляционной пленки к стене. Сейчас мы проэкспериментировали вот на этом варианте. Вариант нам понравился. И понравился нашему заказчику. То есть, он доволен технологией, которую мы здесь применили. Вот так это все смотрится. Вот такое небольшое видео в двух словах. Обзор объекта и новый способ приклейки пароизоляционной пленки к стене. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. А так, спасибо за внимание. Все. Всем пока. Пока.